а здрасьте всем друзья привет уленький у нас золотой колос продолжается 9 серия 6 27 утра и в общем-то у нас очень много сегодня работы и давайте коротко о планах что нам надо сегодня сделать начнем друзья с 10 поля на нем у нас растет кукурузка и ее нужно будет собрать и отвезти на нашу мельницу переработать в кукурузную крупу тоже самое касается кстати и 8 9 поля тут у нас тоже растет кукурузка ее нужно всю собрать и отвезти на на мельницу ты потому что у нас в прошлой серии пришел контракт и время на выполнение блин а если кукуруза не хватит я-то надеялся что еще сутки у нас запасе общем-то объем 143 куба по моим подсчетам нам может чуть-чуть не хватить блин ну ладно будем решать проблем по мере их поступления если что друзья есть еще 22 и 23 поля на них даже есть контракты можно будет своровать оттуда но надеюсь что обойдемся без этого далее друзья шестое седьмое поле здесь у нас растет свекла и эту самую свеклу мы тоже будем убирать отвозить на сахарный завод чтобы у нас делался сахар на самом деле я туда на сахарный завод отвез вообще все всю свеклу которая у нас была и выработалась не так уж и много сахара 143 куба за сутки дело в том что завод работает только с 9 до 7 вечера с 9 утра до 7 вечера ночью он увы стоит поэтому выработка здесь не такая большая примерно полтора миллиона литров сахара точнее свеклы переработалась вот ну за сутки 700 800 кубов перерабатывается может даже меньше плюс с этого поля мне кажется еще под миллиончик будет где-то так что ближайшее время свеклу можно в принципе не сажать пускай это переработается ну и когда потребуется у нас сахара надо уже чтобы линия была прокачана потому что сейчас мы его только на продажу по сути делаем так вот чтобы и линия была прокачена и возможно надо будет запускать линию переработки тростника хотя тростник это вроде как гигантский геморрой если без модов играться с ним так что будем смотреть ну и далее друзья у нас идет четвертое пятое поле тут у нас растет лен не знал я что сюда сажать поэтому засадил лен опять-таки соберем лен продадим его наверно хотя может быть и оставим на складе лежать пускай лежит мало ли срочно груз какой попадется но самое интересное отсюда это конечно же соломка которую мы всю переделаем и всю затюкуем отправим на наш склад также друзья на восемнадцатом поле у нас уже вот такие вот деревья растут трохи подрастают они никаких проблем в принципе с этим нету растут себе и растут есть не просят так что тут тоже все понятно плюс друзья что я еще хотел сегодня сделать во первых по поводу наших теплиц у нас тут везде созрел первый урожай который я садил вчера на восточных разумеется это была клубничка поэтому мы давайте-ка здесь вот так вот все удобрениями засадим надо будет обязательно съездить за рассадой купить рассаду клубники и на этот склад еще надо перевести 60 кубов сахара который у нас тоже будет лежать на прозапас плюс друзья баклажаны 30 кубов отсюда надо будет увести по снабжению также у нас здесь неполный обогащенный грунт надо будет купить грунт и его сюда перевести 443 куба дан получается чтобы заполнить его ну и пускай лежит и ждет своего часа на северном тепличном комплексе в принципе все абсолютно то же самое здесь мы закидываем удобрения созрела у нас 909 кубов томатиков это уже первого сорта у нас теплички идут нужно будет купить баклажаны или огурцы какую-нибудь рассаду надо будет купить проблема в том что денег нету ну ладно денег мы подна собираем это тоже не проблема во первых у нас есть снабжение хотя мы не сильно много получим у нас уже пятый день последний рейтинга мы за него не получим потому что я право флил один момент один день но друзья пришел еще контрактик на мукар жена и фасованные у нас ее дохренища поэтому этот контракт мы сегодня выполним надо на жд станцию бокс номер пять отвести будет 275 кубов на белореченский хлебокомбинат во сколько ты падала работаешь работает он круглосуточно поэтому можно будет это в принципе сразу делать ну и последнее друзья что я хочу еще на сегодня сделать но разумеется еще поля убрать и засеять это но это само собой разумеющийся я хочу провести некоторую реорганизацию техники поскольку эти контейнеры конечно очень классные но знаете кататься на них у меня желание особого нету мы эти контейнеры будем ставить на заводы где у нас требуются комплектующие то есть у нас сейчас два завода мы два контейнера туда поставим другие два я думаю продавать смысла нету мы просто спрячем в гараж чтобы они глаза не мозолили потому что заводы будем продавать вот контейнеры которые у нас стоят на заводах мы заберем купим к ним еще манов и на вывоз урожая будем играться с помощью вот этого вот всего дела я думаю что идея вполне себе понятно намного быстрее все это будет дело вывозиться и так далее но это друзья чуть-чуть попозже мы сделаем погнали в общем-то заправлять всех в работу первые друзья в работу мы отправляем вот этот замечательный комбайн который будет убирать кукурузу потому что кукуруза сейчас скажем так горит надо запустить завод мы уберем одно поле с кукурузой потом будем убирать лен потому что надо запустить завод ну и первое поле которое ты дружище будешь убирать это будет поле номер 10 давай кого-то отсюда ты поедешь у нас работать все как обычно три поворотных полосы с разворотом маршрут тебе генерируем и вроде как у тебя все должно будет получиться ну и по автодрайву отправляем на поле номер 10 давай он в общем-то туда приедет и начнет свою работу на пару к этому комбайну мы отправим работать вот этот самый man у него в принципе все просто с поля 10 сразу едет на мельнице выгрузка первый прицеп отвозит туда завод запускается потом будем возить на базу уже можно будет база это потом все по перевозить на первый прицеп давай дружище есть именно туда далее друзья свекольник идет он немножко грязно хотя мы его купили только в прошлой серии свеклу мы еще не сажали но дело в том что я уже успел выполнить один контрактик на чужом поле на этом комбайне в нем он лежит кстати 336 литров свеклы которые не влезли и мне за ними впадлу было возвращаться но не суть важно генерируем этому товарищу маршрут давай-ка ты у нас поедешь вот отсюда я надеюсь ты сможешь туда доехать иногда курс плей не умеет это делать ему ставим 10 поворотных полос и в принципе будет нормально вроде как должен будет с этим справиться со стартовой точки разумеется поле 67 выбираем в списке и отправляем его работать и он должен будет справиться ну еще одного мана вот этого вот самого отправляем на работу со свекольным комбайном только надо его вывести куда-нибудь на линию маршрутов а то он не найдет себе туда дорогу как то вот так вот например здесь тоже самое выбираем поле 67 и отвозить мы будем сразу же на склад потому что возить пока что на свекольный завод смысла нету надо чтобы быстрее он разгружался у нас будет овощи один выгрузка там пустой склад сейчас осталось картошка у нас еще но она у меня на контрактах в основном используется для посева точнее на контрактах по посеву картофеля выгодная херня получается они вот не находит он видите fps сейчас нихерово так просел товарищ не может найти дорогу к стартовой точке бывает такое ладно поставим его вручную только вот вот я не знаю смотрите 18 fps просто нажимаем прервать маршрут и опаньки все до 60 сразу вырастает не знаю почему так и случается надо поэтому вот куда он приехал и стартовая точка чтоб находилась там ну ладно мы уже сами его туда отвезем не проблема давай дружище вот отсюда со стартовой точки сейчас ты все прекрасно найдешь давай развлекайся далее друзья мы переносимся на садовый центр здесь нам нужно купить обогащенный грунт 6 утра стукнуло соответственно был завоз нам нужно купить 443 кубами купим еще два лишних литрика так 443 и 2 литрика купим чтобы но в общем то все было четенько 34 тысячи мы на это тратим остается 97 но на рассаду пока что денег нет увы сколько нам вообще всего денег надо на рассаду а чтобы примерно прикидывать я думаю сейчас имеет смысл засаживать огурцы как самую дешевую и на них уйдет 101 с половиной тысяча примерно а вот на клубнику уже уйдет 276 с половиной тысяч это уже это уже много но я думаю что мы сейчас с контрактов эти эти деньги соберем по факту 300 тысяч надо заработать чтобы было на балансе точнее нет заработать но да ладно есть друзья у нас еще вот такой вот man которого мы прошлый раз купили и этого мана мы отправляем возить грунт его меньше десяти раз придется съездить у нас и довольно быстро сделает я думаю до конца серии грунт будет сегодня закончен пускай в общем-то едет катается и не все будет путем далее что мы делаем нам надо взять вот этот вот трактор потому что он в принципе свободен и занимается только перевозками уже пять с половиной тысяч километров он накатал и цепануть к нему пока у нас свободен один контейнер маленький с помощью этого контейнера мы сейчас выполним снабжение до конца и отправим его отвозить баклажанчики тому один раз нужно будет съездить но на это у него уйдет минут на 10 чтобы съездить их забрать и потом привести ну вот этот контейнер крайне мы берем ставим ему баклажаны один раз кататься давайте его на дорогу выведем чине на дорогу а куда-нибудь на где у нас маршруты проложены в вот так он один раз съездит разгрузит у нас будет выполнено снабжение мы его отправим домой после этого и последние друзья человек который поедет сейчас работать это выполнение контракта на муку ржаную фасованную но сперва друзья надо будет сделать ему точку выгрузки поэтому поехали на ж д и нарисуем ему точку выгрузки в пятый бокс у нас друзья не идет автодрайв не проложен поэтому надо это прямо сейчас будет сделать вот так быстро одну точку подсоединил а все когда схема есть я уже друзья вплотную занимаюсь прокладкой автодрайва по всей карте скоро скоро она появится хотя скорее всего она уже появилась потому что тери немножко наперед записываются когда эта серия выйдет я еще ума не приложу надеюсь к тому времени я уже успею отдохнуть нормально от всего этого дела но в общем то чё нам надо сделать это у нас все готово смотрим 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 задание мукар жена и фасоны 276 кубов если округлить это получается 5 прицепов 5 прицепов это 300 кубов в общем то мы 300 кубов эти самые то и отвезем поэтому дружище давай ты у нас загружаешься на мельнице мельница товар загрузка загружаю и вы едешь точнее что-то я тут вообще на же д-бокс номер пять да ему куржаную фасованную ты везешь и едешь туда всего лишь пять раз сделаешь пять раз и в общем то все прекратишь свои вот эти вот злодеяния ну и вот такая вот у нас история интересная получается вроде как все друзья у нас в работе и мне это делать особо нечего сейчас надо будет просто за ними следить и мы в общем то встретимся когда будет происходить что-то интересное такие маленькие отчетики буду вам давать какие-то по поводу того что у нас происходит что произошло тем более там сейчас скоро уже и выгрузится баклажаны снабжение завершится в общем то ну да а вот и выполнено снабжение контракт на поставку товара баклажаны выполнен однако допущенное ранее вами неполное выполнение условий контракта ваш рейтинг не изменится в общем то грустно это все но да ладно давайте-ка вот этого товарища так я тебя догоню все равно чё ты начинаешь а driving to parking place ха давай дружище едь на базу и следующее зачем мы будем следить это задание мука ржаная фасованная в принципе можно сюда это закинуть он уже одну ходку сделал по моему нет он не сделал ходку он точнее сделал ходку но разгрузился не туда куда-то он продал же ты станция бокс номер пять куда ты ездишь почему не привезено еще нихрена он ездит на же д станцию бокс номер пять может у него автогруз на другой какой триггер стоит мука пшеничная а он возит пшеничную муку загружает из склада по автогрузу пшеничную муку и возит ее и продает я понял я накосячил немножко продал муки да у нас же да у нас пшеничная загружена ржаная нужно ну в общем то у нас продано будет на халяву не на халяву а просто не по плану два прицепа пшеничной муки ладно хорошо что заметил до автогруза надо стирать вообще нужно делать чтобы количество заполнений было четкое ладно ему поднимаем вот эту вот циферку заново что было потому что он две ходки сделал лишнее но ничего страшного ладно все равно деньги то лишними не будут сейчас деньги нам нужны еще рассаду покупайте еще на следующий день рассаду покупать так что возможно придется все равно что-то потом продавать ладно пока они катаются мы опять ждем и так у нас 7 16 утра и соответственно приехал вот первый раз уже нормальную муку сюда он привез сейчас он выгрузит пошло у нас заполнение вот этого вот привезено и пошли у нас капать денежки денежков у нас уже по 400000 а значит можно будет рассаду брать я думаю 400000 даже появится сейчас да да появится прям точно значит рассаду уже можно будет брать и идти засаживать теплички об лепота отлично побежали тогда на садовый центр я туда уже урала отправил поэтому там у нас все в порядке так а ты кто такой куда ты а это поехал на мельницу отлично ё-моё нихрена себе как летаешь так что этот ман у нас грунт возит кстати сколько у нас грунта тут осталось судя по всему еще много да на восточном обогащенный грунт 365 кубов всего привезено нормально ладно он работает и и это главное на же сейчас интересует в первую очередь засадить эти самые теплицы во первых надо купить рассаду давай дружище на огурцы берем по полной принципе можно было и баклажаны брать разницы особой нету хотя принципе то разницы особой нету в принципе да давай друг вот так вот мы те сейчас загрузим все это прыгает отлично отсоединяем цепляем ремнями и отправляем на грунт посадка грунт в теплице посадка все на северной теплице съездит потом вернется сюда купим еще клубничку принципе можно это даже сразу сделать пока деньги есть раз два три 4 5 6 7 и 33 тысячи у нас остается не хватает денег что на последний не хватает а он купил 7 но на следующий денег не хватает все нормально в общем то теплички мы засадим еще по погнали посмотрим сейчас запустим мельницу как у нас там дела у нашего мана который с мельница играется сейчас мы ее запустим потому что что-то мне подсказывает что можем мои контракты право влить 43 часа и это ему еще перемолоть это все дело надо будет за это время хотя там 100 кубов перемолоть не так уж и много жалко нельзя посмотреть сколько комплектующих при цепе осталось но тут больше половины больше 30 кубов а и другой man приехал загружаться он загружает сейчас этой самой фасованной ржаной мукой все у него будет четко все нормально но тут комплектующие блин половину надо было хотя бы достать хотя с другой стороны можно будет 30 кубов перекинуть в один контейнер ведь они не так много тратится это потом на апгрейд надо будет дохрена он пока без апгрейдов так у нас тут высыпается все открываем тогда заводики мельница наши линии вот она кукуруза высыпается и она автоматически запустится да да автоматически запустилась в тот момент когда она высыпается кстати она не работает отключается всегда и может быть загрузки это тоже касается но не важно в общем то это все дело пошло работать тут 60 кубов есть 59 я думаю пока они переработаются мы спокойно можем все сгружать на склад а потом со склада все по быструхе привезем только товарищ давай-ка мы тебе поставим чтоб ты ездил теперь на склад так будет быстрее зерно выгрузка ну и все в общем то пацаны работает мы встретимся еще когда что-нибудь произойдет 747 утра на наших часах и у нас уже привез все контракт на ржаную муку последние вот сейчас вот контейнер товарищ везет сейчас сейчас он сюда это все дело приедет выгрузит и контракт у нас будет выполнен будет у нас еще плюс один рейтинга что прекрасно давай дружище выгружайся ну и остатки он продаст потому что он полный контейнер привез я тут сейчас не считал чтобы это все копейка в копейку здесь привезлось 271 2 и хоп контракт на поставку выполнен а он не разгружает да а ходы от продажи продукции 489 тысяч вот это кстати прикольно то что мы видим сразу сколько мы за контракт получили прикольно мне это нравится ладно врубаем автодрайв выгружаем всю оставшуюся муку и отправляем этого товарища на базу еда по совсем низкой цене по сравнению с контрактной мы это выгрузили ну ладно давай дружище едь на базу мы тебя там сейчас припаркуем потому что тебе работы по факту то и нету сейчас также у нас закончилась уборка десятого поля поэтому вот этого товарища мы снимаем с маршрута и как я уже говорил поедем сначала убирать лен потому что кукуруза сейчас там перерабатывается это не горит ну и да кстати отправил я еще параллельно фиатика и класса они тут по кругу катаются друг за другом все это дело культивируют и да самое главное это конечно же найм самолета поле номер 10 нужно удобрить поле за этого никак у нас 417 тысяч на балансе это по факту хватит даже на рассаду на следующий день но и сдержки за работу заводов не покроют все это дело а еще кстати друзья у нас рейтинг стал 70 и может быть имеет смысл сейчас прокачать линии на мельнице сейчас загрузим этих ребят в работу и посмотрим что это будет стоить и по времени и так далее группа ружку качать сейчас смысла нету потому что останавливает завод на 6 часов это плохая идея особенно когда мы торопимся у нас там контракт горит когда уберем всю кукурузу посчитаем точно хватит ли нам кукурузы благо это можно будет сделать и может быть придется где-то ее подтибрить ну ладно друзья это будет потом сейчас наша задача переставить вот этого комбайна на новое поле для этого надо высыпать остатки урожая кукурузного поменять жатки в принципе из трубы можно это дело все высыпать прямо в бункер поэтому но проблем особо с этим нету не забыть обязательно надо что нам солома надо отделить потому что мы только ради соломы это все дело то и собираем линая соломка тюки и все такое прочее поэтому в курс play надо не забыть поменять отделение соломы ему включить и в общем то этот товарищ у нас поехал работать отделяет соломку все у него в порядке другого товарища обязательно надо сейчас переставить на другое поле а то он скорее всего приехал на 10 и будет там ждать с моря погоды да да так дружище ты у нас теперь работаешь на поле 45 давай все получится что у нас там по мельнице по мельнице 45 но 10 кубов переработалась пока вот с первого прицепа так что нормально все пускай работают если там вдруг будет он подходить к остановке какой-либо мы все это дело исправим потом подвезем еще не проблема но остальные пока работают пускай работают 8 25 утра и на самом деле я думаю что пора уже даже и посев ставить тут почти закончилась культивация и на это поле мы друзья посеем с вами кукурузку это кукурузка у нас пойдет опять-таки на крупорушку первую очередь на всякий случай чтобы был у нас запас если у нас на контракт не хватит хотя с другой стороны не знаю что там по времени просто будет другой стороны надо еще оставить запас чтобы отвести на склад и опять-таки если срочно груз какой-нибудь появится чтобы все у нас было хорошо так ставим здесь во-первых кукурузу семена кукурузы у нас есть генерируем маршрут на посев давай дружище ты примерно вот отсюда пойдешь работать разумеется с поворотной полосой 3 штуки тебе хватит и с разворотом вот так нормально он это быстро сделает разгрузка наполнение парковки ему ставим и на поле 10 мы его отправляем только ставим его еще и загрузку загружаться он будет на семинара семена загрузка до принципе можно отправлять только для пополнения семян ему надо сделать автогруз загружаем и семена кукурузы из ферма склад семян также надо будет выгрузить в склад и тоже ферма склад семян тоже самое принять во ну и со стартовой точки ты разумеется пойдешь у нас работать давай дружище у тебя все должно получиться съездит пополнится семенами сейчас поедет засеять поле если надо будет будет пополняться потом приедет припаркуется с этим в общем-то у нас все понятно далее друзья смотрим что у нас здесь происходит здесь еще не очень много убрана на поэтому все на ворошилку отправлять пока что рано боюсь что он его догонит свекла у нас почти что убрано скоро уже будем ставить сюда вот эти вот чизеля которые тоже почти что закончили или орион уже даже закончил не он еще на поле но скоро в общем-то у него тоже закончится работа еще друзья нам надо разобраться с семенами поскольку у нас нету некоторых семян а значит смотрите на 4 5 поле я буду сеять овес на 6 7 будем сеять пшеницу или ячмень и на 8 9 пшеницу личный в зависимости от того как там что у нас попадется если мы откроем склад ферма семена у нас тут не особо много места осталось меньше десяти кубов мы можем привести семян нам нужно привести хотя бы по прицепу ячменя и овса и у нас друзья есть много семян 2 и 3 сорта от них нужно избавиться по-хорошему я думаю что например от семян ржи можно в принципе избавиться или он пшеницы прицеп отвести да мне есть точка продажи семян на автодрайве но я не знаю насколько хорошо она будет работать и она сделана вот для этого пацана поэтому давайте попробуем сейчас нарулить автогруз и автодрайв для вот этого всего дела значит смотри ты у нас будешь заниматься продажей забираешь ты это все дело на базе а семенах загрузка и везешь это все дело а садовый центр семена прод и везешь семена съездить тебе надо будет давай три раза он по 14 кубов отвезет в принципе может забрать например рожь третьего сорта рожь второго сорта и пшеницу например второго сорта с остальным потом будем развлекаться как-нибудь на стриме соответственно мутим тебе друг автогруз задание нету значится загрузиться склада семена ржи третьего сорта из садового нет из фермы один раз давай также загрузить из склада семена тебе ржи второго сорта с фермы склада это же один раз бузынь также загрузить из склада где у нас семена что их потерял вот они семена пшеницы 2 сорта тоже из склада и один раз бзды не знаю насколько хорошо это будет работать но в общем то сейчас об этом мы узнаем и отправляем его работать на семена загрузка сейчас кружочек сделает он через этот триггер мне кажется сейчас проедет но самое главное что загрузится но не по автодрайва по автогрузу смог загрузить товар семена понятно до триггера не доехал он его рядом увидел но до триггера не доехал то что он загружаться будет на автогрузе это в принципе новые точно понятно что на 5 ошибку выдаст да не не выдал что больше 10 метров хочешь сказать здесь а может и больше 10 было ладно посмотрим как это будет работать нам надо еще разобраться с чем вот с этим вот парнем который только что приехал сюда он у нас закончил культивировать мест она мы его отправляем культивировать культивировать уже шестое седьмое поле давай друг вот отсюда принципе больше никакие настройки менять ему смысла нету тоже он работает у нас слева только поле ему надо поменять в автодрайве отправляемого точно также на курс play и все товарищ доедет я думаю проблем у никаких тоже не будет поедет так вот на этого товарища мы еще посмотрим сколько он там чего загрузит и уедет ли он с 12 кубами пшеницы третьего сорта если он конечно ее загрузит да он ее загрузил и с ними уехал и тщательно в общем то он он по факту скорее всего он должен будет съездить все привести отвести продать и потом припарковаться ну как это сработает я не знаю я еще не пробовал погнали еще тоже сбегаем на поле посмотрим как у нас дела стоят вот здесь а этот тоже уже едет в принципе можно его даже на парковку тогда не вести можно его вот здесь прервать сбрасываем маршрута мы загружаем маршрут ориона другой тоже со стартовой точки и на поле 4 это не 4567 мы его отправляем он в общем-то пускай тоже туда едет перехватили в его сразу же как вот он закончил работать с этим понятно но и друзья что меня сейчас больше всего интересует это конечно же получилось ли у меня забубени здесь разгрузку чтобы семена продавались потому что это важно то ли надо будет с этим мучиться потом опять то ли можно будет пару кнопок нажать и он все будет прекрасно отвозить по факту он вот здесь и должен проехать немножко прямо задним ходом сюда проехать здесь выгрузиться и уехать за следующими как это сработает это уже другой вопрос но надеюсь сработает и чтоб еще он заехал нормально потому что задним ходом знаете у меня бывают иногда проблемы с задним ходом чтобы это красиво записать но вроде как все нормально он вроде как едет без проблем а возврат семян он сам возвращает даже как будто по автогрузу здесь он принимает заведомо все семена как бы ты тут не ехал он загружает отлично по факту можно и урала здесь отправлять работать на такую работу в общем то он выйдет отсюда до швы едешь отсюда ты же знаешь куда тебе ехать нет я дружище ты чего вот это не туда есть опять задним ходом поехала это интересно сейчас он доехал вроде как до конца ну и да вот он передом поехал и выезжает ну ладно в общем то то что он лишние 200 метров здесь накатал туда-сюда обратно ничего страшного главное что это все дело работает и это прекрасно также друзья у нас сейчас освободился man который возил обогащенный грунт теперь у нас на теплицах на обоих теплицах или обеих теплица на мало того что уже на 9 процентов созревания на 10 обогащенный грунт на следующий урожай тоже есть с этим можно будет теперь не париться это прекрасно завтра утром надо будет завести сюда новую рассаду если конечно же на нее к тому времени будут деньги но этого товарища мы сейчас тогда снимаем с этой работы и ставим на другую работу пускай этот друг знаете что делает едет на базу забирает там зерно загрузка забирает оттуда кукурузу и отводит ее на мельницу правильно мельница выгрузка давай дружище отвози также друзья у нас параллельно с этим закончилась уборка свеклы чат посмотрим сколько у нас всего тут свеклы получилось с этого урожая с одного шумя мысли даже примерно нету в общем-то 16 кубов у нас вот в этом вот мане и еще сколько-то лежит на складе я вот кстати семена смотрела внимание на свеклу не обращала свеклу нас 800 кубов с этого поля пусть и но пару дней мельницы не мельницы сахарный завод будет работать на этом урожая один день ладно там же еще есть ладно пускай работает отправляем его в общем-то разгружаться вот этого товарища везем тогда на стоянку надо ему тоже парковочное место будет прописать потому что с другой стороны жаток то может быть у него и много где на разберет в общем-то ладно паркуем его и когда будут новые новости новые новости да тогда мы с вами и встретимся хотя кстати есть идея там есть контракт жирненький на свеклу можно в принципе поехать его выполнить почему бы и нет ли не стоит или это очень надолго ну и раз уж друзья у нас склад семян освобождается и все это дело работает надо съездить за другими семенами поэтому настраиваем вот этому товарищу автогруз у него как раз нет заданий давай загрузить со склада семена нам нужен овес первого сорта из садового центра один раз всего лишь я думаю 12 кубов хватит и загрузить семена еще из садового центра овес и ячмень нам нужно тоже из садового центра это же один раз разумеется всю эту какафонию еще надо будет выгрузить чмень на ферму один раз нужно будет выгрузить дынь и именно ржи на садовый центр нет нет на садовый не загрузите склада черт выгрузить склад на ржи первого сорта тоже на ферму тоже один раз автогрузом все понятно теперь два разика нужно будет съездить а садовый центр семена именно выгрузка семена в общем-то два раза то давай есть он тоже сюда приедет припаркуется и у него все будет прям круто так круто тенешно место мы под эти семена освободили там все в порядке у вас брат семян ведь все работает так что у нас здесь у нас здесь идет уборка полным ходом я думаю когда он чуть-чуть поработает знаете давайте вот через 12 минут мы встретимся потому что свеклой пойдем развлекаться тогда же и поставим все на эту самую ворошилку чтобы она тут все сено ворошила мне